Всем привет, меня зовут Полина, и я не психолог, не женский ментор, не коуч. Я просто человек, который очень много изучает психологию, очень много крутится в этой сфере уже около двух лет точно, без перерыва, и узнаю информацию абсолютно из разных источников, как бесплатных, так и платных, так и от знакомых, так и просто случайно. Сегодня на своем YouTube-канале я бы хотела начать делиться своими мыслями, так как уже около двух-трех лет я веду постоянно дневники, куда записываю классные мысли, свои эмоции и, в принципе, все, что мне понравилось по информации. Поэтому с сегодняшнего дня я бы хотела ввести такую рубрику мыслей на свой канал на YouTube. И я всегда знала, что я хочу делиться с людьми, всегда знала, что я хочу с ними разговаривать и контактировать, но почему-то я никогда не брала YouTube настолько всерьез, как я беру его сейчас. Поэтому очень надеюсь на вашу поддержку. И если вам откликаются мои мысли, откликается мой блог, который сейчас будет здесь на экране, то обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, мне будет очень приятно и, в принципе, интересно почитать, что вы думаете о том, что я говорю. Ну и, конечно, такое предупреждение, что вы можете не согласны быть с моими словами, вы можете не смотреть это видео, вы можете его просто пролистнуть, но это мое мнение, и я хочу им делиться, я хочу его доносить миру и людям, потому что мои мысли могут кому-то помочь, могут кого-то привлечь и, в принципе, улучшить чью-то жизнь, и я не вижу в этом ничего плохого. И сегодня мы поговорим с вами на тему состояния. Супер важная тема, потому что многие люди не уделяют никакого времени своему состоянию. Они даже бывают и не понимают, что такое состояние и как оно важно в нашем мире, в нашей работе, в нашей реализации. И поэтому эту тему я бы хотела затронуть без сценария, просто вот говоря свои мысли, просто подглядывая в свой дневник записи, который я писала, и рассказать вам о том, и показать, где ваша позитивная энергия, где вы можете ее черпать, и где ваша негативная энергия, и откуда она может приходить. Поэтому записывайте прямо сейчас, берите блокнот, берите листочек, ручку, карандаш, и записывайте свои мысли, записывайте мои мысли, если вам что-то понравилось, и введите такую запись на протяжении всего видео. Правда, это вам очень поможет в будущем, как и мне помогло когда-то. Давайте представим с вами такую картину, что есть ровная поверхность, и на этой поверхности есть какой-то круг, пришитый к этой поверхности, то есть поверхность однородная, с небольшим бугорком. И когда эта поверхность является минусом, когда мы зациклены на стрессовых ситуациях, на негативных эмоциях, на негативных ситуациях, которые с нами происходили, то все пространство, которое собрано вокруг бугра, кружочка, оно будет тянуться к нему, тянуться в минусовой энергии, и таким образом оно будет тянуться, пока пространство не уберет этот кружочек, потому что пространство не любит, когда ему что-то мешает. Тем самым пространство заполняется этим кругом с минусом, оно становится ровным, однородным, но оно все становится в минусовой энергии. И то же самое происходит и с нами. Мы люди, мы тот самый бугорочек, который думает в направлении плюса, или думает в направлении минуса. И пространство — это наш мир, наша жизнь, наша локация, в которой мы находимся, в принципе, все ситуации в жизни — это наше пространство. Когда же мы приходим в это пространство, в этот мир с плюсовым положением, пространство делает все, чтобы этот круг стал незаметным, однородным. И тем самым пространство подпитывает из этого кружочка хорошее состояние и реализует наши цели. Пышление становится позитивным и делает все ситуации позитивными. Я не знаю, как конкретно это можно объяснить с точки науки, потому что, наверное, люди, которые испытывали это состояние, которое я сейчас описала, меня поймут. И поймут, что это правда так, и это возможно, и это реально. И в этом нет никакого обмана, и нету какого-то, наверное, даже самообмана. Это реально работает. Если это понять, если это ощутить, если это попробовать сделать и посмотреть на результат, то все так и будет. Наверное, это даже какой-то вопрос времени. Если вы будете определенное время следить за своим состоянием, выводить его в плюс без негатива, то пространство, так скажем, поменяет свое направление из минуса к плюсу и будет пополнять вас, забирать и подпитываться позитивной энергией и реализовывать позитивное мышление. Давайте представим с вами такую картину. Вы — серфер, вы на волнах, и вы — это серфер по волнам своего состояния. Спады, как и восходы — это все нормально. Волны могут подниматься, могут отпускаться. И это жизнь, это нормально, это спокойно. Нужно просто проживать и даже останавливаться в каком-то минусовом положении, именно в своем состоянии, проживать это и потом возрождаться и идти к плюсу. Все равно заново, снова и снова. Но женщине всегда важно понимать, когда будет спад, когда будет восход. И поэтому, чтобы этим управлять, нужно понимать, как это сделать. И, наверное, один из важных советов, который я могу вам подсказать, если у вас есть такая зависимость, как была у меня когда-то, как была и есть у многих моих знакомых, это с самого утра не брать телефон. Выделить час, если у вас есть с утра на это время. Даже 15-10 минут будет идеально, чтобы просто уделить это время не телефону после пробуждения, а себе. Сделать те вещи, которые вас наполняют по утрам. Сколько себя помню, я с самого детства занимаюсь блогингом, и, естественно, это большая работа в телефоне, большая связь с социальными сетями, когда ты уже незаметно скролишь ленту не в поисках каких-то идей, а просто от скукоты. И я прекрасно это все понимаю. И поэтому после того, как я стала изучать этот вопрос, я поняла, что без телефона после пробуждения я чувствую себя в 100 раз лучше. Когда я уделяю час своему состоянию, своим любимым делам, без использования телефона, все идет только в гору. Но тут важно балансировать, потому что мы с вами серферы, мы должны быть на доске, никак не падать. И если у вас плохое состояние, плохой день, все, не трогайте себя, не приставайте. Просто возьмите и на момент отстаньте от всего. Не думайте, что если у вас все плохо, вам нужно в момент идти, делать что-то хорошее, быстрее, быстрее вводить себя в плюс. Дайте себе замедлиться, прожить это состояние и просто отдохнуть. Просто побыть в негативе. Это тоже важно, это тоже нормально, это реально, это жизнь, это все окей. Поэтому просто дайте себе возможность отдохнуть, побыть в минусовом положении, побыть собой и потом, после какого-то отдыха, восстановить себя уже. А не бежать и менять это состояние на более хорошее, потому что вам нельзя вообще, в принципе, проживать негативные эмоции. Нет, негатив это нормально, это нужно просто принять. Я вам хочу дать небольшие задания, которые я делала сама. И первое, это определить, какие дела не наполняют и забирают у вас энергию. Прямо вот взять не вникли, листочек и написать пункты дел, которые забирают у вас энергию. И второе, это взять и определить, какие дела, какие мысли, какие занятия могут наполнить вас и дать энергию. Если кто-то подумает, что это полный бред, зачем это все выписывать? Это не бред вообще. Потому что когда-то я тоже думала, что, наверное, если я буду все это выписывать, то ничего со мной не произойдет, и это просто бесполезная трата времени, потому что, ну, выпишу я и выпишу, что будет дальше. Оказывается, я очень часто забывала, в принципе, в потоке негативных мыслей или даже позитивных мыслей, что конкретно мне вот дает эту энергию. Я даже не задумывалась о том, насколько много вещей у меня сбирает энергия, насколько много вещей мне могут дать эту энергию, и насколько от многих негативных дел я могу отказаться в реальной жизни и просто их не делать, потому что это было не нужно мне. Тут выстраивается такая схема, что вы должны начать балансировать, как серферы. То есть, если у вас позитивное состояние, вы проживаете его, если у вас вниз идет негативное состояние, вы тоже его проживаете. И старайтесь делать это так, чтобы у вас шел ресурс, вы наполняетесь, энергия классная, потом нересурсные дела какие-то, возможно, это работа или учеба, не знаю, что-то, что вас не наполняет. И потом постараться перед сном наполниться максимально ресурсом, потому что, как говорят ученые, это уже доказано, когда человек наполняется энергией перед сном, не отдает энергию, то сон идет лучше. Он просыпается лучше и чувствует себя намного лучше. То есть, нет такого, что вы встаете по утрам, и вам просто уже не хочется ничего, вы не в силах что-либо делать. За собой я тоже это стала наблюдать, потому что раньше у меня очень часто было такое, что я встаю утром, и я понимаю, что у меня уже отвратительное состояние, отвратительное настроение. Я иду делать свою рутину, и я понимаю, что мне это не приносит никакого удовольствия. Я не могу сделать укладку, меня все бесит, я не могу ничего с собой поделать. В таких случаях мне говорят, встала не с той ноги, но на самом деле это встала не с тем состоянием. Поэтому очень важно это проработать, понять, из-за чего это может быть, и исправить это. Вообще, по возможности, когда вы выпишите свои нересурсные дела, то нужно проанализировать и посмотреть, от чего вы можете отказаться, от каких дел вы можете... Просто вот это не мое. Зачем мне это? Зачем мне это нужно? Я вот просто беру и вычеркиваю свои жизни, выкидываю в мусорку, и больше никогда к этому не возвращаюсь. Но я прекрасно понимаю, что есть такие дела, которые просто нельзя отменить, и они все равно забирают у тебя энергию. В таком случае, я просто настоятельно советую строить так свою жизнь, свой день, чтобы вы после пробуждения наполнились ресурсом полностью, потратили на себя как минимум 10 минут. Я обычно выделяю на это полчаса-час на свои ресурсные дела, и потом я занимаюсь уже чем-то нересурсным, чем-то обязательным, но мне это не приносит какого-либо удовольствия, но это просто нужно. И после того, как я сделала это нересурсное дело, какая-то часть моей энергии ушла, то я иду наполняться энергией и делаю свои опять ресурсные дела. То есть строю свой день как ресурс, не ресурс, ресурс. И так можно бесконечно до того момента, пока ты не ложишься спать. Как я уже говорила, перед сном желательно, чтобы твой день заканчивался на ресурсе. Я сейчас смотрю, мне очень приятно читать из-за того, насколько у меня много ресурсных дел. Вот у меня исписанные страницы, и там дальше еще. И сейчас я вам подам немного идей, чтобы вам было легче выполнять это задание. Какие мои ресурсные дела? Это полноценный, качественный сон. У меня это стоит на первом месте. Второе, это покупка того, что я очень давно хотела, или что мне очень нравится, и я почему-то это не купила. Третье, это, конечно же, медитация, йога, благовоние, свечи. Когда я создаю этот вайб, прям как в моей любимой студии йоги, то я себя ощущаю прямо вот в этом месте, ресурсным, классным, наполненным, энергетически. И дома у меня происходит то же самое. Моя комната это полный энергетический наполняемый ресурс. Она выглядит так, как я хочу. Поэтому я здесь наполняюсь. И на самом деле, те ребята, которые не пробовали йогу, я вам прям очень советую хотя бы попытаться попробовать сходить на пробные занятия или позаниматься по YouTube роликам и посмотреть, как вам. Потому что на самом деле это, наверное, самое крутое занятие для тех, кто хочет работать со своим состоянием, стрессом, агрессией или, в принципе, со своим здоровьем и поддержать какую-то форму. Поэтому я очень советую заниматься йогой, попробовать медитации. Это очень успокаивает и меня очень наполняет. Я стараюсь каждое утро слушать какую-то медитацию или даже каждый вечер. Но у меня, к сожалению, не всегда это получается. Я сейчас над этим работаю и стараюсь все-таки вводить это в привычку. Четвертое дело, которое меня наполняет, это танцы перед зеркалом под классную музыку в одиночестве. Это прям очень раскрывает меня со стороны женщины. Я думаю уже записаться на танцы, но я все как-то боюсь и думаю, что, скорее всего, ближе уже к теплу у меня появляется большее желание танцевать почему-то. Поэтому я запишусь на какие-нибудь классные танцы. Можете посоветовать в комментариях, какие-то направления, которые вам очень нравятся. И пятое, это сходить в душ, сделать свежую укладку, уход за своим лицом и за телом. Тоже меня безумно наполняет. Я не понимаю, как без этого вообще можно жить, потому что я каждый день хожу в душ, делаю укладку какую-то, прямые волосы, накрученные, еще что-то. И обязательно уход за лицом и за телом. Также у меня есть дела с низкой энергией, к сожалению, я не смогу их прочитать, потому что для меня это немного лично, но я думаю, вы все сможете найти свои личные дела, которые вызывают у вас плохую энергию и по возможности отказаться от многих. Третий вопрос, который нужно себе обязательно задать, расписать его, это что вызывает у меня усталость. Потому что раньше я не понимала, почему мне после общения с какой-то компанией или с какими-то определенными людьми появляется усталость. Я еду домой и я вообще ничего не чувствую, хотя я там посидела три часа, возможно, поболтала, побрейнштормила и все. Ну то есть я не особо что-то делала, я не прыгала, не бегала, не скакала, ничего. И я чувствую просто максимальное опустошение внутри, не чувствую вообще энергии, не чувствую никакого вдохновения, я никуда не могу двигаться, ничего не могу делать. И это достаточно часто у меня происходило, но я думала, что это нормально, потому что у меня не было ни одного такого друга, с которым у меня после общения было все окей. В основном все мои друзья это были люди, которые питают у меня энергию на постоянке, и поэтому я ничего и не замечала. Единственные, кто у меня не питал энергию, это были мои близкие. И после того, как я стала это анализировать, смотреть на своих друзей, я поняла, что мне нужно от многих отказаться, многие должны уйти, и многие ушли как раз таки сами. Тут у меня из усталости написано общение с неприятными людьми, которые просто высасывают энергию. И я думаю, что у многих такое было. Как же справиться с такими людьми? Единственный совет просто отдалиться. Как бы больно не было, как бы тяжело не было, нужно взять себя в руки и либо закончить как-то вот общение своими словами, либо если тяжело так сделать, то просто вот отдалиться, перестать общаться постепенно, потому что эти люди, они не изменятся по отношению к вам. Что бы вы ни говорили, это будет происходить, и это, к сожалению, наверное, никак не изменится, либо по каким-то способам, может быть, когда найдут, это получится. Но по моему опыту, сколько бы я не тратила на это времени, сколько бы я не пыталась людям объяснить какие-то свои мысли, это бесполезно. Люди понимают, говорят, что да, окей, хорошо, я тебя понял, но это никак не работает. Это в дальнейшем все равно проявляется. Человек последит, последит за своим отношением к людям и все равно вернется к своим истокам. Поэтому я советую просто брать себя в руки и отдаляться ради себя самого. Не ради меня, не ради ролика еще какого-то на Ютубе, не ради каких-то людей, а просто вот ради сохранения своей энергии, ради сохранения своего состояния. Я очень долго анализировала это и поняла я это как раз таки, когда у меня было очень много проектов. Я была супер наполнена, я супер реализовывалась, я постоянно где-то участвовала. В один момент я познакомилась и стала близко общаться с людьми. Почему-то все заверлилось, все остановилось, вся моя реализация, все мои мечты, вся моя классная успешная работа, она в один момент резко прекратилась. Я долго не понимала, почему это происходит, я долго не понимала и даже не обращала на это внимание, потому что я явно была увлечена далеко не реализацией своих идей или мыслей или в принципе становления в карьере, я была увлечена общением с людьми и наполнялась тем самым. Потом приходила домой устала, опять шла общаться, опять приходила устала. После того, как общение завершилось, причем не по этой вине, я все еще не понимала, почему это происходило, резко все вернулось. Мое состояние, моя радость. Самое прикольное, что сразу после завершения общения с людьми я улетела в Дубай, хотя я даже и не думала, что такое может получиться. Просто взяла и улетела в Дубай. совершенно случайно. Как будто бы я отказалась от того, что мне и не принадлежало. Поэтому очень советую проанализировать, поработать над этим и понять, что конкретно вас замедляет, что конкретно не дает вам реализовываться и быть позитивной энергией. Потому что состояние это равно наша реализация, это равно наша работа, наш успех. Без состояния вы будете очень долго двигаться к цели, вы будете стоять на месте и не понимать, куда двигаться, что было конкретно у меня. И тут влияет очень много факторов. Но состояние это самый главный и первый фактор. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду дальше делиться своими мыслями из этого дневника, если вам зайдет и будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Люблю, целую, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok